Ку-ку. Мы сидели-сидели дома, решили поехать погулять. Рано мыть машину еще. Таким дорогам. Ой, фудкорт. И вот такой вид. Все, мы вышли с этого ада. А я собираюсь краситься. Ну, вернее, тонировать. У меня тут целый арсенал, и по нему видно, какой цвет я хочу. Рукавички тебе на завтрак. Гриночки. Приятного аппетита. Доброе утро. Гаврюша хочет присоединиться к нашему завтраку. Ой, как вкусно, скажем. Решаем проблему с мусором. Вот он ест так неаккуратно и крыльями машет, что все летит. Вот здесь зазор остался. В общем, в икее, которая есть, вот эта штука на стол кладется, на школьный стол. Я ее разрезала, и вот так вот приклеили скотчем по бокам. Вот. Она такая плотненькая, твердая. Надеюсь, ты не захочешь ее погрызть. Посмотрим, сработает это или нет. Потому что весь мусор на полу. На столе. Садится, клюк вытаскивает и выбрасывает мусор. Да, он сидит вот здесь на кормушке, высовывает клюк сюда и бросает. Шкодит. Ку-ку. Сидите, выйдут сегодня или нет? Сегодня такая солнечная погода. Мы сидели-сидели дома, решили поехать погулять. Едем сейчас в хофф. Хотим посмотреть Настюхе кресло школьное. Потому что она сидит на простом кухонном стуле. Вот. Ей неудобно. Вижу, что ей неудобно. Поэтому едем за креслом. И потом там будет торговый центр новый. Ну как, относительно новый. Он уже давно, но мы там еще ни разу не были. Хотим зайти посмотреть, просто погулять. На улице такое солнце. У всех машины грязнючие. Наша машина тоже грязная. Уже даже стыдно по городу на ней ездить. Макс заехал сегодня с утра на мойку. Хотел помыть. Там 15 человек перед ним. Не стал ждать. Парей приехал домой. Рано мыть машину еще. Таким дорогам. Ой. Что? Что это? Приехали мы в Хофф. Чего тебе? Удобно? Да. Один. И колеса не слишком растопырку во все стороны. Это бывает, что вот эта нижняя часть, она прям очень широкая. А этот такой компакт. Тебе нормально на нем сидеть, Настюш? Мне нужно кататься. Да, удобно кататься ей. Цены. То кресло 5 с чем-то было. Вот это вот 7. Нет, я вот про то говорю. Вон. Вот 4000. И полки, кстати, вот здесь очень красивые есть. Вот еще есть кресла такие детские. 4 500. Вот такой вот. 4 500. Вот такой вот. Вот у нас сделали вот эти лампочки. Видно, где места есть, а где нет свободные. А почему над нами она? О, красная ста. Как бега сюда все. Ну, фронтанчик. Что мы нашли тут? Батутный парк. Цены в батутном парке 400 рублей в год. Такие 1100 по выходным. Кинотеатр здесь есть. И вон там детская... Даже не комната, а весь детский этаж, наверное. Все, отправили Настю погулять, играть. Сами сейчас здесь сядем. Настя вся мокрая. Набегалась. Может, снимешь браслетик? Ну, что, надо уже? Такое место здесь. Фудкорт. И вот такой вид. Классный. Мы с Анюткой взяли себе фобо супчик с говядиной. С зеленью, с лучком. И с проросшей пшеничкой. Ой, это не пшеница. Это мяш проросший, да? А что это? Пшеница? Она это как мяшевый пшеница? Нет мяшевого. Есть мяш. Ну, в общем, что-то проросшее здесь. Сейчас мастер-класс от Анюты. Она научит, как нужно кушать такой суп. Потому что я не могу. У меня в ложку это все не берется. Берешь вилочкой. Этот суп нужно есть вилкой. Вот. И в ложку. Вообще-то мясо вилкой. И запиваешь. Приятного аппетита. У нас новый день. Я на кухне. Воскресенье. Заканчиваются выходные наши отпускные. Завтра на работу. Я хочу сегодня покраситься. Сделать такой пипельный немножко оттенок. Убрать эту желчную зну. Поэтому голову сейчас не мою. На кухне. 150 кастрюль на плите. Хочу наготовить, чтобы понедельник-вторник вообще не приходить в плите. Моя девочка накупанная. Да? Судит делать с мамой на кухне уроки. Сочинение нужно написать. Как я помогаю маме. Папочка принес нам продукты. А сам поехал мыть машину. Вчера не получилось. Клубнички чаек пить. Очень вкусные соседские. Вязанка молочная. Они такие вот в меру соленые. И особенно вкусно в вареном виде. Масло. Масло тоже вот такое большое. Так выгоднее покупать. Особенно, когда скидки. Колбаска на завтрак. Лимончик и чесночок. Оливки. Потому что хочу сделать сейчас... Как он называется? Солянку. Солянку хочу сделать. Яички. Морковка. Вот папа отправляешь, когда в магазин. Он берет морковку всегда вот такую фасованную. Она дороже. Я бы взяла. Она развез. Гречка. Яблочки. О, Настюх. Здесь опять что-то дали. Какие-то финти плюшки. Да. Что это? Рукола. А что с ним делать? Заборчик какой-то. А, посажать! Что посажать? А что сажать? Семечки. А, семечки тут. Это семена руколы сажать. Там как раз у тебя два этих у тебя пустых. Ничего себе придумали чего. Лента. Семена. Это, видимо, как у них там всякие игрушечки, маленькие наклеечки. И давали, теперь вот такие вот семена даю. Молочко. И перловка на рассольник. Варю суп в двух кастрюлях. Вот здесь будет рассольник. Это для Настюхи. Сейчас макарошки брошу, потому что она рассольник не ест. Натерла морковки. Хочу сделать салатик по-корейски. У меня есть вот такая приправа. Вот эту я брала. Она мне очень нравится. Но в последний раз что-то я ее не нашла. И мы взяли вот такую вот корейскую заправку. Чим-чим. Не знаю, вкусная или невкусная. Попробуем сегодня. Надеюсь, что она не очень острая. Сейчас посолю. Приправлю вот этой заправочкой. И немножечко маслицы добавлю. А еще хочу показать вам пастилу вот эту. Это такая находка. Обычно Анютка всегда берет пастилу от Растишки, по-моему. Вот так детская такая, где детское питание продается. Пастилу. Вот там примерно столечка в одной штучке. И стоит она рублей 100. А это она нашла на Озоне, по-моему. Вот эту пастилу. Вы представляете, здесь 800 грамм без сахара. И стоит это сейчас в районе 360 рублей. 350-360 рублей. Натуральный продукт. Если кому интересно, ссылочку оставлю. Попробую оставить в описании. Закажите. Доставка там, по-моему, один день или два дня. Доставка бесплатная. Это ни в коем разе не реклама. Просто очень вкусные штучки. Я хочу с вами поделиться. Особенно, если кто сидит на диете и очень хочет сладенького. Вот это вот прям такая вкуснятина. Я сейчас вам открою, покажу одну штучку. Вот прям как детское питание. Как вот эти вот расти... Как они? Не растишка? Как они называются? Фрутоняня. Фрутоняня, да. Вот там такие же, вот такие же штучки. Вот, пастила. Там точно такие же пастилочки вот эти. Отдадите 100 рублей. А здесь вот 360 за 800 грамм почти килограмм. Там за одну такую штуку просто копейки выходит. Вкусные. Деткам тоже можно брать. Вот, блин, вот я Маруся открыла и положила. Я думала, там сухая заправка, как вот эта вот предыдущая. Она оказывается внутри жидкая. Вот, и масла добавлять не нужно. Блин, как-то странно. Я даже не почитала. Плевочки беру, усыплю. Еще здесь насвинякала. Вот же нарисовано. На ложку нужно добавить. Там внутри, оказывается, еще что-то есть. Сейчас буду выковыривать. Вот поэтому всегда нужно читать, что там. Ядреная такая. Запах у нее уксусный. Интересно, что это такое. Не буду много добавлять. Так уксусом пахнет сильно. Ну что, капусту жмем в нем руками. Почему бы морковку не помять. Пробуем. Очень вкусно. Прям все в самый раз. Все, солянка готова. Сосиски и оливки я в тарелочку отложила. Потому что не люблю, когда в бульоне сосиски варятся. Мне не очень нравится. Поэтому лучше класть все в тарелку. А Настюхе супчик-лапшичка. Вот это что за номер? Гаврюша, ты совсем осмелел, да? Мы его выпускаем полетать. А он на стол садится. И начинает пробовать всякие вкусности. Что там? Все крошечки соберет на столе. Попугай, дурашка. Ну, попугай, дурашка. Утром хлеб таскал. Тарелки пока завтракали, сидели. Это моя ложка. Уж сам испугался. Это моя ложка. Это моя ложка. Гаврюша, это моя ложка. Пойду Настюну возьму. А это несъедобное совсем. Вам все попробовать надо. Все, всех накормила. Курицу замариновала. Сейчас немножко постоит. Через 10 минут поставлю в духовку. А я собираюсь краситься. Ну, вернее, тонировать. У меня тут целый арсенал. И по нему видно, какой цвет я хочу. Я хочу вообще вот такой оттенок. Вот. Сейчас у меня вот такой. Я хочу, чтобы получился вот такой. Или вообще вот такой лучше. Вот. После того, как я высветлила волосы, я попробовала сразу же использовать вот этот оттеночный бальзам. Но желтизну он вообще не убрал. Вот. Ну, просто как-то волосы стали немножко мягче. Потому что это именно бальзам. Вот. Дальше. У меня есть Йоз. Вот такой оттеночный бальзам. Но я так понимаю, что он как краска. Потому что его нужно на волосах держать 25-30 минут. Ну, это как-то много. Вот. Поэтому я, наверное, сейчас откладываю. Красить волосы я сейчас с Йозом тоже не буду. У меня есть вот такая профессиональная краска от Матрикс. Я заходила в магазин профессиональной косметики. Сказала, что я хочу. И они мне порекомендовали вот именно вот эту краску Матрикс. Она, ну, такая щадящая. В общем-то, волосы не очень-то должны испортиться от нее. Вот такой тюбик стоит 700 рублей. Половину я уже использовала. Он на два раза делится. И разбавляется вот с таким активатором 2,7%. Вот. Так что смотрю на это все и думаю, чем мне в итоге тонировать волосы. Вот это сразу убираем. Сейчас открою, почитаю аннотацию. Вот здесь вот. Вот этот оттенок я уже знаю, потому что на свои волосы я наносила. И так как я не высветляла, получился такой, да, какой-то графитовый такой оттенок. Он не платиновый вот такой вот, а такой темнее. А сейчас, так как я высветлила волосы, я надеюсь, что будет что-то вот вроде этого. Итак, вот такой у меня оттенок. И посмотрим, что сейчас получится. Вот так мой оттенок получился. Вот от корней особенно. На кончиках, конечно же, здесь вот остался такой немножко темный цвет. Но вот здесь у корней мне нравится, как хорошо все покрасилось. Красиво. Не желтый, то хорошо. Вот и курочка подошла. Такая румяная, аппетитная. Я буду заканчивать влог. Всем хорошей, успешной, плодотворной рабочей недели. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Я говорю, иди загрузи посудомойку. Разгрузи и загрузи. Она, я устала, я работала. Я говорю, а я вас возил, я тоже устала. Трудовьем нести работа, чем ты там работала, бумажки перекладывала. Так, ты что за смех? В конце концов, я говорю, по старшинству, говорю, родители, надо слушать. В конце концов. Я хочу, какими-то привилегиями обладать, говорю, как родители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...